Как остановить роботов-убийц В ООН случился неизвестный обывателям переполох на тему турецких боевых дронов размером с тарелку, способных нести килограммовую боеголовку и поражать цели автономно, то есть без управления и независимо от оператора. Их использует ливийская армия для ликвидации повстанцев. 50 членов ООН встречались в надежде предотвратить их распространение. Вдобавок, университет Цюриха создал алгоритм для самостоятельного перемещения дронов со скоростью реакции, превышающей человеческих пилотов. В стратегическом плане автономное оружие – военная мечта. Оно позволяет военным масштабировать свои операции без ограничений в людских ресурсах. Один программист может управлять сотнями автономных видов оружия. Армия выполняет самые рискованные миссии, не подвергая солдат опасности. Но огромным минусом, помимо гипотетического восстания машин, где злой искусственный интеллект возьмет контроль над всем вооружением, технологии со стаями боевых дронов уже сегодня могут использовать террористы или странные изгуи для подавления гражданского населения. В отличие от людей, роботы без колебаний совершат зверство и даже геноцид. На данный момент, кроме общих деклараций, ООН и государство не выработали единой стратегии в этом вопросе.